КОЛОННУ 15 ГУМАНИТАРНОГО РЕЙСА Перед отправкой колонны в Донецк груз тщательно проверяют представители батальона Днепр-1. Машины выбирают наугад. В машинах, как и в прошлый раз, масло рафинированное, крупы, сахар. То есть всё, что положено. В машинах крупы, постное масло, консервы, сладости. В семи машинах из 19 детское питание, каши, овощные и фруктовые пюре для 10 тысяч наборов для самых маленьких. Везут и подгузники. Всего 350 тонн благотворительной помощи, которая предназначена мирным жителям Донбасса. На каждую машину в штабе готовят документы и пропуска. ГУМАНИТАРНЫЙ ШТАБ РАБОТАЕТ, РУКОВОДСТВОЕСЬ ПРИНЦИПАМИ ПРОЗРАЧНОСТИ. На сегодняшний день предоставлен полный пакет документов. Расходные накладные, товарно-транспортные накладные, копии контрактов о поставке благотворительной помощи на Донбасс. Во второй половине дня колонна въехала в Донецкую область. Однако машины 15-го гуманитарного рейса не пропустили на блокпосте в Курахово. Фискальные службы потребовали новые сопроводительные документы, согласно которым благотворительная помощь должна быть зарегистрирована в Минсусполитике как гуманитарная. Благотворительная помощь здесь разрешение Министерства социальной политики и не нужно было. Но согласно этого приказа вся помощь будет гуманитарной, насколько я понимаю. Поэтому общая процедура, она как бы не изменилась. То есть никаких новых документов, никаких-то там усложнений процедуры абсолютно нет. Наоборот, мы все только упрощаем и понимаем, что это нужно делать очень быстро. С нашей стороны, опять же. На блокпосте в Курахово не пропускают не только рейс Ахметова, но и гуманитарную помощь международных организаций. Сегодня мы видели рядом с остановленными своими машинами машины ООН. Поэтому проблема это не только фонда, не только штаба гуманитарного Рената Ахметова. Это общая проблема. Решать ее нужно очень быстро, потому что ситуация в Донецке и в Луганске очень тяжелая. Помощь ежедневно ждут сотни тысяч людей. Среди них и Наталья Старомихайловки. Женщина с двумя детьми покинула уже полуразрушенный поселок. И спасаясь от голода, приехала к родственникам в Донецк. Это единственное, для чего мы вызываем. Продуктовые наборы волонтеры раздают самым незащищенным категориям населения. Пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным. Эта помощь на тысячу процентов мне необходима. И на две тысячи процентов помогает. Потому что это единственная возможность прожить. Мы умрем с голодом. Больше некуда. Пенсию не получается. Эмболит второго руха. Меры ареса раньше давали. Ничего нет. Штаб Ринат Ахметова приложит все усилия, чтобы преодолеть бюрократические преграды на пути доставки гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса. Юлия Меншакирова, Данила Киреев. События. Канал Украина.